Мам, знаешь, что мы сегодня будем пить? Мы будем пить сегодня саку. Всем привет, это канал Turkish People, меня зовут Елена. Мы сейчас находимся в торговом центре Молов Анталия. В нем есть хороший магазин 3M Migros. Вот эти буковки М означают, насколько он большой. Есть просто Migros, а есть у нас самый большой, это 5M Migros. Он находится в торговом центре с таким же названием. Мы зайдем в этот магазин и я вам покажу, что можно еще заодно, находясь здесь на шопинге, покупаясь и какие-то новые обновки, одежду, привезти из Турции. То есть можно что здесь купить, какие полезные продукты, какие-то полезные вещи можно найти в этом магазине. Это интересный супермаркет. Пойдемте с нами. Туристов очень много в этом магазине. Я думаю, вы найдете все, что вы хотели бы привезти из Турции. Ну что, заходим? Пока не отменили. Смотрите, вот так называется бутылочка воды. Компания Сака. Нет, давай лучше сырма возьмем. Что-то мне название Сака отпугивает. Вот так выглядит карточка на скидку. Называется Маней. Кстати, тут можно долларами расплатиться. Туристы расплачиваются. Видите? Они сразу вот... А сдачу они дадут турецкими лирами. И в Мигросе это очень выгодно менять. Да. И смотрите, вот вот эти вот карточки. Как раз таки дают, продают их. И пытаются говорить на английском языке все-таки с туристами. И прямо у самого входа уже лежат нужные туристы товары. Халва. Халва турецкая, она тахинная. Простите за звук. Расговариваю через маску. Периодически ее снимаю. Похвалю. Вот это интересные конфетки. Они с фисташками. Насчет цены. Вот сейчас... А, вот эти 44,50 стоят. Ну, потому что они с фисташками. Ну, и шоколадные конфеты. А халва всего вот 17,45 стоит. Вот 18,50. В зависимости от марки. Марка Коско вот, ну, хорошая. То, что не изображено, такая и есть. Есть чистая саде. Если хотите чисто белую, вот она будет саде. Если с шоколадом, с другим вкусом. А халва отличается от того, что вы привыкли. Вот самая дешевая, кстати, от марки М. Мигрос. Фисташковая. Потому что она тахинная. А что такое тахин? Это кунжут. То есть из кунжутной пасты. Ну, конфеты, видите, выбор очень маленький. В коробках только чуть-чуть. Конфеты не сравнится. Выбор, какой есть в других странах. Вижу здесь чаи. Ну, чай из липы вас совсем не удивит. То есть здесь вот цветочные наборы, какие есть, в принципе, во всех странах. Сейчас посмотрю, есть ли что-то интересное. А вот ничего нет. Даже вот чай из укропа есть. Интересно, почему они в чай положили фислиен. Это базилик. Вот такая выкладка. Турецкие орехи дешевле на базаре. А здесь вот стоят они... Ну, вот не знаю, сколько стоят. Позатель есть. Цены на орех нет. Ну, покажу вам дыни. Даже в магазине. Вот килограмм 2,95. А арбуз 1,45. На базаре уже дешевле стоит. Можно один арбуз вот такой купить. От 3 до 5 лир. Вот прям целый арбуз будет. Мы вот тогда на 5 лир купили 2 арбузика. Смотри, тележка, которую мы хотели. Сколько она стоит для базара? 60 лир. Ну, такая тележка – это ходить по магазинам. Потому что для базара она маленькая. Для базара надо побольше тележку. У нас скоро будет Курбан-Байрам. И посмотрите, они привезли коробками. Стали выкладывать конфеты. Вот россыпи. Ну, это такие сладкие. Сахар, как здесь его называют. Покупают все, много и потом просто раздают. Конфеты, большой выбор появляется в Турции только на 2 праздника. На Рамазан-Байрам и на Курбан-Байрам. В другое время вот такого выбора конфет не будет. Будет только в коробках оливки. Если брать россыпью, ну, вот вам упакуют в пластмассовую коробочку. Дай бог доедет. Здесь оливки можно попросить попробовать. То есть, и в Турции можно попросить попробовать. Ну, вот если она упакована, ты не попробуешь. Я же советую возить с собой в упаковках. Насчет размеров оливок. Вот видите, на них 2ХС. Это значит, маленькие-маленькие будут. А большие должны быть размер. М, Л есть. То есть, в этом магазине все вот так разбросано, не структурировано. Вот это не очень удобно. Вот, например, здесь уже пряности лежат. Это пряности, подходящие к мясу. Потому что рядом мясо. У нас здесь острый перец. Острый перец. Пулбибер. Красный острый перец. Очень острый. Вот, любимая приправа Ким Йон. Спорит про ее название. Где кто-то говорит, что это зира. Кто-то говорит, что это у нас тмин. Переводчик переводит как тмин. Тут кумин написано. Да, кумин. Ну вот, ким Йон. Мы его часто используем. Ну, черный перец, он везде есть. Это мята. Одна из самых популярных турецких пряностей. Ну все. Интересно, зачем сюда положили хинди-стан-джи-визи? Это у нас кокосовая стружка к мясу. Наверное, не знаю, какой-то рецепт. Ну, заодно цены на мясо можете посмотреть. Из любопытства. Золото дороже стоит. Сразу вам скажу, кто пишет такие комментарии. Ну, на самом деле, осторожно снимаем. Смотри, ножики. Вдруг нас погонят из магазина. Представляете? Рекламируем сеть. А они не хотят. Сделан нож в Турции. Для вас все покажем. Вот он стоит 22,95. Ну, таких очень удобных нету ножей. Чтобы прям в глаз лег. Это точилка для ножей. У нас дома тоже такая есть. Цена 20 лир. Кто жаловался, что в Турции не хватает выбора морепродуктов, в таких магазинах типа Migros это есть. Каких хочешь. Он креветки разных видов посола. И в каких-то холодных соусах. Ну, только дело в цене. Да, цены, конечно, немаленькие. Ну, скажете, ну, Турция, это же море. Да, море, правда, много. Рус-салатосы мне всегда улыбает. Салат оливье. Ну, тут колбаса и сосиски. Из всех съедобных сосисок вот это банвит. Вот это и вот эти. Вот колбаса суджук, ее надо жарить. Нежаренная нам не очень, совсем жир. Потому что, когда ты жаришь, из нее жир вытекает, вытекает томатная паста. Если вам нравится вкус, вы можете приобрести. Чем дороже суджук, тем он качественнее. Пастерма. Вот это дорого. Потому что чистое мясо, вот оно засушенное. И это красный, это острый перец, сладкий перец и томатная паста. Вот стоит 139,75 за килограмм. Выбор сыра такой большой, вот прям глаза теряются. И это вкусно, то вкусно. Вот терея, это масло, вот они вот зачем-то сюда положили. Молочное. Вот, вот это на разновес сыр. Там вот творог лежит. Ну вот такой сыр, я вам честно скажу, он очень похож на европейский. Вот сразу даже видно, что он желтый вот такой. Камамбер. То есть любой вот, бри, любой сыр вы тоже здесь найдете. Он может быть импортный, а может быть и местного производства. Но с похожим вкусом. Ну, похоже, цены как бы на неправильные сыры. Любимые сыры у меня все-таки в холодильнике хранятся. Вот в том большом. Там цены попроще. Ой, давай смотри, мимо проходим кофе. Вот, ну не могу равнодушно пройти. Уже ведь с большими банками продается. Они всегда переставляют, поэтому вот в дезориентированном магазине. Так, 7,25 стоит 100 грамм. А большая банка 500 граммовая стоит 41,75. Хороший кофе. Варить приятно его. Получается настоящий турецкий вкус. Здесь же есть чай. Чай в маленьких пакетиках. Совсем маленьких, вот 200 грамм. Есть и 125 грамм, а 200 грамм у нас 109. 9 лир за килограмм 45. Но мы, видите, когда покупаешь в маленьких пакетах, это невыгодно. Выгодно купить в большом. В большом такой будет стоить 36 лир. Найдем и в большом. Смотрите, сколько масла. Вот все нужное для туристов они прям вот выставляют. Прям вот идешь и спотыкаешься от полезный, нужный товар. Даже в железных банках. Может это их такая стратегия? Что в этот магазин ходит много туристов. Ну вот мы раньше всегда покупали вот это масло, возили с собой, хорошо хранится. И вот оно 48,95 стоит. Написано горячий вкус, холодный вкус. Вот на таком рекомендуется жарить обычное масло, а это добавлять в салаты. Есть масло и подешевле стоит, и подороже. Вот есть большими бутылками. Большая бутылка вон стоит. Если у вас есть карточка, то она будет стоить вам 55 лир и без карточки 80. Как получить карту Миграс? Да прямо на кассе. Говорите, хочу money card. И вам ее тут же дадут, стоит 2,5 лиры. И тут же можно пользоваться. Если вы к этой карте не привяжете турецкий номер телефона, она через 2 месяца просто заблокируется. Но 2 месяца вы можете спокойно ходить по магазинам и пользоваться этими скидками. Расскажу вам, для чего такая щедрость проводится. Вам постоянно присылают рекламу на телефон. И от нее вы никак не откажетесь, потому что вы подписали условия при покупке этой карты. Вот такой вот хитрый маркетинговый ход. Здесь больше выбор масла. Вот там они только выставили то, что хотят распродать. Если вам то масло не нравится, можете перейти в другой отдел. В стеклянных бутылках можете найти 53,90. Говорят, в стекле лучше, чем в пластике. Хотя для перевозки в чемодане пластик удобней. Смотрим, что есть со скидками. Вот видите, тоже. Так 97,50, если с картой 64,95. Это очень даже вот это получается покупать. Есть даже и 5-литровые большие банки. Масло в Турции тоже подорожало. К сожалению, у нас тоже инфляция. И все, чуть-чуть растут цены. Мы регулярно снимаем магазины и сами можем сравнить цены. Или вы смотрели мои предыдущие выпуски, и вот видите, что стало больше. Стоит. Если вам интересен хомос, сделать его из нута. Можно тут приобрести. 1,35 стоит. Ну а если вам позволяет багаж, можете привезти отсюда мерджемек. Оранжевую чечевицу. Здесь она вот стоит у нас 19 лир. Вот, это написано органик на 20,50. Вот что в разнице на одну лиру. Ну, насчет того, есть ли у нас продукты с формулой органик. Не в каждом магазине продаются. Только в больших, которые могут себе позволить большой выбор. Вот, например. Вот здесь тоже рис органик написано. И до нас дошел органик. Да. И нут есть. Вот прям целый отдел мы тут нашли. Даже чай. И они все в одно место положили. Органик. И поэтому за 500 грамм они просят 36 лир. Если слова органик нет, будет написано за килограмм 36 лир. Просто мне интересно, а в чем разница в чай? Чай и чай. Я уже кофе показывала. Ну вот мы зашли в отдел, где его побольше. Много стандартного кофе, который есть в каждой, каждой стране. Просто может быть по цене отличаться. Можете это сравнить. Якобс 54,95. За пакетик 200 грамм. А то, что турецкое, стоит пониже. 4,50 сегодня стоит. Подешевела. Вот есть марки Миграс. Она будет еще дешевле стоить. Вот. Но самый лучший вот Мехмед и Фенди кофе. А я вот и даже люблю горячий шоколад. Может, у них 3 лиры стоит. 4 пакетика. Если хотите что-то особенное привезти, вы можете заглянуть в отдел с вареньем. Варенье фирмы Ениген, они считаются натуральные. Они вот в маленьких упаковочках, а стоят вот 19,90 маленькие. Пабрика в Анталии находится. И самое интересное, то, что нет у вас, это из инжира. Это другой марки фирмы ТАТ. 10,95. А вот варенье из черники 16,50. Вот, смотрите, все рядом 8,95, а из черники 16, потому что она это редкая здесь. Есть варенье из роз. 10,95. Ну, говорит, только необычно, это из инжира и из роз. Все остальное есть везде. Турецкий мед тоже особого вкуса. Мед, например, из башкирии лучше. Опять мы в оливках. Вот какие оливки удобнее всего перевозить. Вот они выглядят так. Это вакуумная упаковка. Вот ничего с ними в чемодане не случится. За 500 грамм. Ну, весит 500 грамм. Стоит 16,25. Вот размеры здесь указаны. Вот есть размер побольше, и они уже стоят 22 лиры. Смотри, XL есть. Да. Ой. И XL уже 28,90. То есть в зависимости от размера у нас цена. Ну, каких хочешь. Вон даже есть оливковая паста. 6,95 стоит. Вот мы как-то ее не полюбили, но я знаю людей, которые ее очень любят, и каждый завтрак ее мажут себе на тост. Халву уже показывала в самом начале. Здесь выбор еще побольше. Есть тахин и пекмес. Тахин – это натуральная кунжутная паста. Маленькая упаковка 18,95. Большая – 35. А вот на тахин марки Мигрос сегодня скидка 15,90 за 600 грамм. Отличается. Видите, да? Видите, сколько здесь масла оливкового, а здесь мало. Оливковое масло обязательно должно быть. Без него тахинная паста не получается. Но разница. Понимаете качество? Вот это будет лучше. Здесь у нас пекмес. Что такое пекмес? Это сироп из винограда. Это виноград уваренный в 10 раз. Вот тахин и пекмес вместе смешали. Получилась у нас халва. Это основные ингредиенты. На самом деле пекмес можно употреблять просто так. Его даже и просто с водой пить. И еду добавляют. Просто между собой тахин и пекмесом смешивают и едят. Это калорийная пища. И вот она достаточно быстро насыщает. Вот чай. Помните, мы видели чай органик? И чай не органик. Разница в цене. Там за 500 грамм было 36 лир. Вот тут килограмм. 34. Килограмм, конечно, выгоднее покупать. Вот, 34 лиры. Там были маленькие пакетики. При входе специально поставили. Для того, чтобы вы зашли и быстро-быстро взяли то, что вам на глаза попалось. А видите, какая политика? Если ходить внимательно везде посмотреть, то можно найти более выгодное предложение. На самом деле, чай любой возьмете, будет хороший чай. Абсолютно. Мы перепробовали все чай. Но, знаете, вот Мигрос Марк, она 24,50. Но мне тоже не понравилось. Я не знаю. Вот даже не из-за цены. Разница тут небольшая в цене. Вот Терияки. Хороший чай. Вот фирма Доу сейчас буду рекомендовать. Да и Фелис неплохой. Даже Липтон мы покупали. Они все похожи. Есть чай с бергамотом, но мы читаем, что аромалы. Это не чистый бергамот. Просто добавлен ароматизатор. Ну, хоть пишут сначала на упаковке. Не надо будет в описание заглядывать. Другой фирмы покупали. А вот напротив сразу можно купить большой стакан. Да. Видите, в Турции теперь есть у нас вот такие кружечки. Написано с рисунком. Из-за этого рисунка она стоит 10 лир. Если вы зайдете в магазин BIM, то такая кружка там будет стоить 3 лир. В Турции очень много перекусов, различных орешков со вкусами, что-то добавляют в тесто. Вот 9 лир стоит. Хочу показать безлактозный кефир. Меня просто спрашивали, есть ли в Турции такие продукты без лактозы. Да, есть кефир у нас, есть молоко, несколько видов. У нас папа кефир пьет без лактозы. Да, и он всякий пьет. Просто вот это ему тоже понравилось. Вот 8,95 стоит. В ведрах это йогурт, это не краска. Вот ведро йогурта стоит 16,45 за 2 килограмма. Йогурт дешевле сметаны. Сметаны в Турции нет. Есть экши-крема. Продается в магазине Метро. Может повезет. Найдем и в Большом Мигросе. В 5 Мигросе иногда попадается. То есть сметана проблема здесь. И стоит она дорого. Там 600 грамм стоит 29 лир. Ну, пришли мы в сыр. Сыр есть в таких баночках. Он белый сыр. И он в жидкости, то есть в рассоле. Если его перевозить в чемодане, не доедет. Но сыр вкусный, он не соленый. Я его люблю. Кошар Пионер. Сыр хорошо плавится. Вот любой из них. Как у меня муж их называет. Сыр для пиццы. 20 лир. Вот эти маленькие шарики вкусные. Но они тоже в рассоле. Ой, расскажи лучше людям про Тулум Пионер. Вот Измир Тулум. Измир Тулум Пионер. Честно, на Большого Любителя. Кто смотрел наше видео про базар, чаршамба базары, мы показывали, как этот Тулум Пионер вообще выглядит. Что он изготавливается по-настоящему. Большие вот такие вот размеры. Это же из шкур и овцы. И там сыр делается сам под действием фермента. Он очень соленый. Он со специфическим вкусом, запахом. Мне не понравился. Вот серьезно. Может, вы хотите узнать, какой вкус. Вот. Видите, Тулум Пионер стоит 28 лир. Вот за такую маленькую-маленькую упаковочку. 250 грамм. Он дорогой. Потому что он очень-очень натуральный. Его сложно делать. На базаре продают прям в шкуру. Еще из сыров интересно покажу лабне. Вот он несколько видов тут есть. Лабне намазывать на хлеб вкусно. Можно из него делать крем. Если кто знает, что такое маскарпоне, то в Турции это лабне. Его более дешевый вариант. Он 200 грамм 10 лир стоит. Маскарпоне тоже есть в магазине. Метро продается. Но стоит гораздо дороже. Ну, раз у нас обзор всего магазина, то, конечно, могу показать и уголок у нас из турецких сладостей. Самые простенькие. Это вот такие маленькие. Бестеклы маленькие. Подаются они кофе. С орешками. Настоящий кофе. Должен быть без сахара. А рядом с ним лежать вот такой маленький-маленький лукумчик. 12,50 стоит. А еще есть дрожжи. Как интересно. Тут пряности положили сразу. Все виды. 60 лир за упаковку такую просят. Ну, если мы по частям набираем, то, наверное, будет подешевле. Ну, здесь вот красивый подарочный набор. Семечки, смотрите, какие. Черные тоже есть, смотри. Но это все равно не такие черные, не как в России. В коробках лукум такой. Кто покупает, жалуется, что он сухой. Спорить не буду, потому что мы в коробках, ну, уже не покупаем давно. Ну, мы, если покупали, то на разновес. И всегда пробуем. Что ты берешь, ты должен попробовать. Вот, видели, там в коробочках. А так вот он насыпанный здесь есть. Вот 63,50. 63,50. Ну, выбор тут не очень большой. Вот такой вот самый дорогой у них, 110 лир. Супа, фрукты. Супа, фрукты в Турции дорогие тоже. Дел с алкоголем. А алкоголь дорогой в Турции. Очень. Для сравнения я вам покажу просто две известных вам бутылки. Смирнов. А это стоит у нас 244,90. И ракы, которые тоже всем известны. Вот, 179,90. Видите, как трудно жить тем, кто любит алкоголь. А если кто любит хороший алкоголь, то он еще стоит 259 лир. Русский стандарт. Написано по-русски 209,90. А я думаю, даже когда вы приводите сюда какую-то бутылку, люди радуются этому подарку. Они даже не пьют, они его просто поставят себе и будут на памяти и показывать, что им такой дорогой подарок сделали. Есть вина турецкие, они вот недорогие. Турецкие вина розовые, пилимы, 33,90. То есть турецкие начинаются от 33,30,40, ну максимум 50 лир стоит. Тоже съедобно. Смотри, сковородки такие. Да, но я сначала покажу гранатовый соус. Ну как приехать в Турцию без гранатового соуса-то? Если будете на базаре, можете купить его там, его можно попробовать. Но если на базар вы никак не попадаете, и вы не уверены, что там будет. Покупаем в магазине. Вот. 21,95. Надо смотреть, насколько он течет. Если он очень жидкий, то брать совсем не стоит. Вот здесь есть марка Мигрос, и я вам покажу, в чем разница. Вот она у них самая худшая. Вот он. Вот, смотрите, он как водичка течет. Он не должен быть таким. Пусть он будет самым дешевым здесь. Вот написано, шокфиат у них. 4,95 аж стоит. А другие стоят 20, вот такого же размера. Вот видите, вот это самое лучшее, 26 лир. Видите разницу? Ну просто это вот разбавленный водой конкретно. Поворачиваемся. Поворачиваемся. Ну что, сковородки или пряности? Сковородки. Сковородки, они тебе нравятся. Вот большие сковородки, вот 119. 120 я круглю уж. Стоит большая. Это для жарки мяса, 70 лир. Да, не поверите, в Турции сковородки возят. Да? Хорошо служат. Вот это гранитная сковородка, потому что тяжелая. Ну, она и самая дорогая, вот 120 лир стоит. А которая обычная. Давай, так вот. Мне вот ручка такая не нравится. А, вещи для закрывания. Смотри. Конечно, для чего? А то рыбу жарить? Камси готовить. Знаете, да? Как удобно. Она же с двух сторон жарится. Раз, и перевернули. Просто Иисуф показывал свой рецепт, он в бумаге переворачивает. А есть специальные сковородки. Рекомендую тем, кто хочет готовить такую. Вот обычная самая сковородка, 24 сантиметра. Вот, 29 лир. Сковородки турецкие, живучие. Несколько лет будет служить. А это для лепешек вообще. Смотрите, видите, какой тут край. Тонкий, тонкий. То есть тут такие сковородки продаются, которые вряд ли можно найти у вас на родине. Я не буду повторяться с пряностями теми, что показала в самом начале. Покажу, что еще надо привезти. Кикик тоже постоянно здесь используется. Одна из самых популярных пряностей. Добавляют и в мясо, и в рыбу. Вот в разных упаковках есть. Вот полторы лиры стоят. Маленькие. Есть и побольше. Ну, здесь еще по-другому называют. Видите, написано орегано. 8,95. Это одна из любимых пряностей. Ну, без перца тут никуда. Зерда чал. Куркума. Советую привезти из Турции. Она здесь настоящая. Будет давать вам красивый цвет, желтый. Можно даже добавлять в тесто. Мы добавляли чуть-чуть кукумы в тесто, когда я готовила у нас на Пасху куличи. И у меня такое тесто было красивое, желтенькое. И макароны. И макароны будете добавлять. Тоже будет как в ресторане у вас. Вкус не дает, зато дает красивый цвет. Вы уже видите гречку, да? Даже называется гречка. Стоит 23,90. Вот это в Турции очень дорого. Где ее произвели? В России. Тут есть большой отдел с принадлежностями для ухода за собой, своей кожей, волосами и всем на свете. И краска для волос, и шампуни, лаки. Классная штучка. Помыть себя. 19,95 стоит. И вот такая вот мочалка. Он вообще 7 лир сегодня. И такие понадевать на руку. С бамбука 25 лир, потому что бамбук. Вот самый известный турецкий шампунь, это Элидор. Варианты тут много есть. И уход за волосами. Я вот пользуюсь именно бальзамом после мытья. Где он тут? Вот Бакен Крыми. Они разные есть, с каждого цвета. Шампунь вместе с бальзамом. Ну а все другие марки, они есть во всем мире, есть и у вас. А мы так заблудились в магазине, зашли в отдел. И нашли чемоданы. Вот чемодан маленький стоит 200 лир. Вообще, во всех магазинах теперь у нас продаются чемоданы. Люди надеются, что вы придете, к ним очень много купите, и вам сразу чемодан будет нужен. Вот этот вот тканевый 250. А где же ценник на большой чемодан? А, большой чемодан вот такой вот. Твердый стоит 400 лир. Тут уже товары для школы. Зонтики, стульчики. О, смотри, сколько выборов. И сколько шортиков для плавания. А в таких магазинах их тоже можно купить. Неужели кораблики? Только вещи по-другому сделаны. И вот такие кораблики размера XL. А где у них ценник? Ага, стоят они 70 лир. А вот какие-то рядом с ним 40 лир. Ну, конечно, если вы забыли круг для ребенка, тоже можно здесь найти. Круг на рукавнике. На рукавнике 22,90. Жилет 50. Маленький бассейн 20 лир. Мячик 10 лир. На рукавнике попроще, без такой картинки. Стоит 20 лир. Все еще зависит от картинки. В общем, магазин всего на свете. Вот с такими термосами вы, наверное, видели. У нас приходят на пляж всей большой семьей попить чай. Термос стоит 80 лир. А это здесь хранят воду. Туда лед добавляют. И вода долго холодной остается. Очень много таких полезных вещей. Я вот тут нашла уже и сумку для пляжа. Прям даже не знаешь, где что купишь. Вот обычная такая сумочка. Сумочка бесценная. Ну, в общем, если она висит у кассы, значит, стоит недорого. Они пытаются распродать, пока приехали туристы. И радуются, что люди есть. Не мешали нам снимать. Спасибо сотрудникам магазина. Потому что бывает иногда у нас и с этим проблемы. И спасибо вам, что вы досмотрели это видео до конца. Мы будем продолжать вас знакомить с нашей Анталией. Будем подсказывать, где что купить, куда сходить, что интересного здесь увидеть. Но даже, я думаю, наши видео порой и бывают интересны тем, кто здесь уже живет давно. Мы иногда находим такие вещи интересные, кто их еще не видели. Спасибо вам всем. Я вас всех люблю. Всем пока.